Всем привет! Я мышка Юля Пивоварова из Воронежа. И я очень люблю подарочки. Я люблю их не только получать, но и дарить. И в преддверии нового года я хочу выбрать их для моих друзей и близких. Следующий год год мышки. И поэтому своим друзьям мышатам я хочу вручить по такому милому наборчику. Этот для гаечки. Этот для мышки наружки. А этот я хочу подарить моим приятелям Микки и Мини. Все эти наборы вышиваются к достатку зажиточности и благополучию. Есть у меня и совсем маленькие друзья мышата. Для них у меня тоже найдется подарочек. Вот такой набор из фетра, где мышку надо будет вначале вышить на пластиковой конве, а потом из этого получатся вот такие вот замечательные магниты. Их я тоже сложу в коробочку. Оп! Еще один подарок готов. Своих знакомых трех медведей я тоже не могу оставить без внимания. Они, если честно, тоже любят вышивать. Поэтому для младшенького я выбрала набор с ульями, который называется Дача Лето. И который можно оформить не просто в багет, а в деревянную вешалку. Вот так. Среднему медведю я подарю такой вот наборчик, который можно будет оформить с помощью аж двух вешалок. Будет это выглядеть вот так. Ну и старшему, как полагается, самый большой набор с пуансетти. И такими же красивыми деревянными вешалками, как из прошлых наборов. Ну, чтобы ребята не ссорились. Вот такой вот большой набор для самого большого медведя. Для Дедушки Мороза я подготовила особенный зимний набор, который называется Снежная зима. Примечательно, что 18 каунт этого набора совпадает с датой рождения Дедушки. 18 ноября. Подумала я тут, подумала. И решила, что положу-ка я Дедуле еще один наборчик. Все-таки он много подарков нам дарит. Вот и я не буду жадничать. Подарю ему японских журавлей. Ведь это один из главных символов здоровья. Пусть Дедули не болеет и живет как можно дольше. Ну, как говорится, Бог любит троицу. Подарю ему вышивку с тремя прекрасными лебедями. Я, конечно, не очень знаю, как там с личной жизнью у Дедушки, но мне кажется, что и ему любовь и взаимопонимание со своей второй половинкой не помешает. Ведь лебеди настоящий талисман для супружеского счастья. Этот набор для моей любимой бабулечки. Она у меня уже девушка взрослая. А так как мы следим за красотой, здоровьем и любим готовить, я решила подарить ей удивительный набор пряной травы. Величная мята, шмит, базилик, шалфей. Вышивка украшается картонными бирками с названиями этих трав. Уж теперь-то бабушка не забудет, какое блюдо чем украсить и будет в курсе модных кулинарных тенденций. Моя мама очень любит цветы. И поэтому для нее я приготовила сразу два набора для вышивки. Хочу, чтобы у нее было как можно больше цветов в жизни. Пионы и шиповник вышиваются ниточками мулине. А нарциссы на окошке надо будет вышивать не только мулине, но и шерстью. Надеюсь, ей это понравится. Мой дядюшка-мыш недавно женился. И для того, чтобы у него было счастье и верность в браке, я дарю ему набор с гусями. Вы можете подумать, что это небольшая картина, но она занимает аж 30 на 40 сантиметров. Это хорошо. Я сама хотела бы любоваться на этих красавчиков как можно дольше. Мой друг кот Леопольд вышивать совсем не умеет. Поэтому ему я решила подарить уже вышитую картину и оформленную в шикарную раму. Пусть у него дома станет еще красивее, уютнее и дружелюбнее вместе с моим подарком. Моему другу коту Тому я хочу вручить набор с подушками, который называется «Домашний уют». Вы только посмотрите, какие они крутые получаются. Надеюсь, Том будет очень рад лежать потом на них и меня вспоминать. А еще у этого набора очень классная упаковка. Она очень удобная из-за вот этой вот молнии. И такой процесс можно запросто взять с собой в дорогу. Для моего товарища овцы-быка с самой длинной шерстью на свете я, конечно же, приготовила наборы, которые надо будет вышивать шерстью. У моего приятеля длинные волоски достигают до одного метра длиной. А это как раз мой любимый размер у ниточек, которыми я вышиваю. Такой шубой бык наделен не просто так. Она помогает ему вышивать в самые суровые зимы, поэтому ему не страшны никакие морозы. А знаете, кто еще очень благосклонен к холоду? Есть же еще один дед, который дарит подарки на Рождество. Это я о Санта-Клаусе говорю. Для него у меня будет особенный презент. Алмазная мозаика. Вот у Санты точно есть спутница жизни. Поэтому ему я подарю набор с гранатами, а миссис Клаус набор с апельсинами. И смотрите, как чудно переливаются готовые картины, будто снежок на солнце. А вот эту чудесную подушку выше облаков я хочу подарить Гринчу, похитителю Рождества. Злодеевик тоже любит подарки. Пусть сидит себе и шьет этих забавных мышек. Он будет занят, и у него не будет времени, чтобы делать всякие пакости и гадости людям. Круто я придумала. А чтобы Гринч получил еще больше удовольствия от процесса, ему надо будет сделать кучу разноцветных помпончиков. Вот таких. И последний мой подарок я хочу посвятить Снегурочке. Не правда ли девушка за пианино немного напоминает Морозную Девицу? Я ей вручу не просто набор, а премиум. Я такое сама впервые в руках держу. Я знаю, что это нехорошо, но уж больно мне хочется посмотреть, что же находится внутри него. А давайте откроем его вместе с вами. Итак, открываем набор. Так. Здесь есть и ниточки на планшетке, и один вид ленты. Так. Что мы здесь еще найдем? Ну, конечно же, канвул Свайгард, потому что здесь есть оранжевая кромка. Так. Здесь мы найдем иголочку. Цветную я вижу схему. Ого! Целых два листа цветной схемы. Класс. Подробная инструкция. О! А здесь еще есть крупный план для выполнения бэка. Вот это забота. Вот это премиум набор. В общем, здесь есть все то, что необходимо для вышивки. Кстати, в любом из вышеперечисленных наборов также есть все нужные вышивальные принадлежности. Поэтому моим друзьям и близким не придется бежать в магазин, чтобы купить, например, недостающую иголку. Ведь перед новогодними праздниками в торговых центрах такие очереди толпы людей, что ужас. Все вышепоказанные наборы вы можете купить в любом рукодельном магазине. Но на сайте Reolis сейчас действует скидка 20% на отдельную категорию новогодних наборов. А купив набор по акции, на вырученные деньги можно приобрести, например, красивый упаковочный пакетик и поздравительную открытку. Желаю вам в мышиный год, чтоб вас не слопал толстый кот, Чтоб сыра всем на всех хватало, а мышеловок меньше стало. А мышиный, чтоб король исполнял в кино лишь роль, И с щелкунчиком дружил, в танцы золушку кружил, Чтоб слоны вас не боялись, мышки крепкими рождались, Чтобы в норках был уют, ой, часы 12 бьют. Ну, девчонки и мальчишки, с Новым годом! Ваша мышка! Если вдруг у меня смазался нос, не обращайте внимания. Это техническая сторона вопроса. Очень чешутся усы. Не успею оформить аж, блин, большими. Фу, блин, давай сначала. Давай еще раз, как-то я взяла как-то коряво. Днем рождения, с датой днем рождения, давай, все, давай. Я все это время была с черным ногтем, блин. Там дальше будет... А нос, ничего там не смазалось? Все-таки он много. Слушай, да еще раз. Мы не успеваем. Видно переливание? Вот узал? Да что, кто это вообще? Женя я его апельсина, ему гранат. Иди, и открытка вот там вот сыра. А, сыра. Дома будет, станет еще... Фу, Дед Мороз. Мышиный. Ой, давай еще раз. Наоборот надо. Вот так. Сейчас будет три медведя. Так себе. Премиум. Он упал. Давай еще. Ха-ха-ха.